Понравилось то, что к нам хорошо относились наши инструктора. Они учили нас многому хорошему, если хотели, помогали нам. Ну, и я хочу вернуться сюда, потому что мне понравилось сам лагерь. Мне понравилось наше сотрудничество, наша сплоченность. Все тут дружные и готовы друг другу помочь. Я вспомнил, как мы в первый день строили, как мы сплоченно начали друг другу помогать, строить, обустраивать свой лагерь, свой дальнейший на 20 дней дом. И еще понравилось то, что в выживании мы всегда могли друг другу помочь. Если кому-то было сложно, мы могли друг друга поддержать. Много мы научились с ребятами, как выживать, как делать, медицинскую помощь, как оказывать. Ну, мне здесь, честно, понравился очень лагерь. Наверное, еще раз сюда приеду. Лагерь отличный. Тренирует силу воли, мужества. Также идет развитие физической силы. Самое тяжелое, наверное, распределение обязанностей. Способность доверять друг другу, слушать инструкторов, как подобает. Мне до конца лагеря хотелось остаться, посмотреть свои силы. Я понимал, тут будет тяжело, надо переходить через себя, но я готов был к этому. У нас было трехдневное выживание. Нам сказали построить убежище и обустроить лагерь. Ограниченный запас ресурсов был, и надо было его добывать через задание от командования лагеря. И так три дня проходило. Кому-то было тяжело, кому-то не очень. Если были больные, то мы помогали, подбадривали, давали иной раз кусок хлеба лишний. Некоторые ходили, выполняли задания. Какое? Разные были задания, с разными названиями. Кто ходил по лесу, искал мешки, кто спасал своих из плена, кто ходил за дровами, кто готовил на кухне, кто дальше убирал лагерь. Больше запомнился инструктор по вольной борьбе, который учил на самой обороне. Ну, как мы делали упражнения, и они были похожи на танец. Как будто бой – это танец. В этот лагерь именно учат, как быть мужественным, как помогать другим, взаимопомощь. Если, например, твой друг упал, ты должен вернуться и поднять его. Самая отдача должна быть высокая. Следующим курсантам я бы хотел пожелать, чтобы они не боялись сюда ехать. И если бы им было сложно, то они бы не боялись просить помощи у своих соратников. И спросить помощи – это не позорно. Очень интересно и необычно. Самим проживание в палатках, занятия, таскать дрова, готовить. И само выживание где-то три дня. Был самый сложный момент – это выживание. Когда наступала ночь, было холодно. Мы со своим братом друг друга обнимали, чтобы согреться. Больше всего мне понравилось это провождение в палатках, как мы выживали, чем мы тут занимались. К нам приезжали инструктора – это борец по рукопашному бою, космонавт. Больше всего мне запомнился инструктор по полевой медицине, потому что это было… Это очень было необычно. Были взрывы гранат. Мы друг друга там лечили, таскали, делали… Ну, вид, что стреляли из автоматов. Мне очень понравилось здесь. Это потому что было необычно. Очень интересно. И я намерен приехать сюда в следующем году. Я вот сюда приезжаю уже второй раз. И я приезжаю все потому, что в этом лагере более учится ответственность. Потому что, ну, вот, как бы, если ты как-то что-то сделал не так, либо что-то кому-то не дал. Тут каждый товарищ, каждый ответственный за всех. Ну, еще мне нравится то, что это все на природе. То, что с городом это очень сравнится. Тут чистый воздух, купаемся мы, по дровах ходим. Мы обед готовим сами. По зуду моем за собой. Есть всегда товарищи, у которых можно попросить помощь. Которые всегда помогут. Вот это очень хорошо. То, что тут всегда, всегда надо быть товарищем. Вот если тебя просят, ты вот прям должен помочь. Ну, я приезжаю уже сюда второй раз. Я был в прошлом году. В прошлом году было намного все страшнее. Намного все вначале тяжелее. Я приеду сюда 100% еще раз. Потому что вот в Лете это прям самый запоминаемый лагерь. То есть остальные лагери, там как бы, тут более все жестко. Более все как бы так. Вот делают прям из тебя нормального человека, мужчину прям. Но больше всего мне запомнилось здесь то, что тут приезжают инструктора. Тут ты вот прям готовишься вот прям к суровым условиям. Вот все инструктора интересные. И по полевой медицине, и по рукопашному бою. Вот с автоматом у нас тут. У нас пята. Мы учимся прям. У нас кидают пятаты. Мы уклоняемся как-то. Мы прям готовимся к выстрелу. Мы тут у нас игры, десанты разные. Ну, для меня лично было более сложное это выживание. Там прям холодно. Вот к холоду трудно привыкнуть. И довольно трудно это когда из-за тебя кого-то наказывают. Это полная ответственность. Эти ощущения не передать. То есть я бы пожелала бы следующим приезжим, чтобы они не боялись ответственности. Чтобы они вот были прям товарищи. Всегда помогали. Труднее выживание было самое сложное. Потому что надо было выживать без еды. Там мало очень дают еды. Лагерь в целом нормальный. Мне в основном все понравилось. Но мне вот буквально одна вещь не понравилась очень сильно. То есть я вообще не понимаю зачем подметать лес. Ну да, территория вот это вот. Это конечно да, я это понимаю. Но вот мы подметали и опять все через минут пять нападаю. То есть это работа коту под хвост. Вот меня этот вопрос мучил всю смену. Мне понравилось спать в палатке. Это мой первый походный поход. Не знаю, вот как-то странно звучит. Я прошел выживание. Я этим горжусь. И ну я прошел это для себя. Ну для себя и для родителей. Но в основном это было для себя. То есть я горжусь собой. Мне лагерь понравился, потому что очень интересные какие-то увлекательные занятия. Каждый день приезжали герои. Приезжали люди, с которыми мы занимались тактикой, медициной, борьбой, рукопашным боем. Очень интересные ребята, хорошие. Очень хорошие инструктора. Всегда поддерживали. Мы приезжала женщина, мы смотрели на звезды, то есть телескоп. Приезжал мужчина, он служил на море. Я забыла, как называется. Было очень интересно, очень запоминающееся. Самое сложное было, наверное, момент выживания. Когда нужно было выполнять именно миссии, когда приходили, давали миссии, надо было своровать ящик. Было сложно, потому что и ребята, которые остались в лагере, смотрели, и инструктора. И когда мы пытались его своровать, нас видели, и поэтому не получалось около полтора часа. Не получалось этого сделать. То есть вот эти вот задания были довольно-таки сложные. Но зато было очень интересно, весело, увлекательно. В конце нашего лагеря было трехдневное выживание. То есть давали нам миссию. Надо было мало есть. Ночью приходили инструктора и устраивали у нас нападение. То есть бывает и ревога была. Для того, чтобы не пройти до конца выживания, ну да, надо, чтобы тебя не сняли. То есть если ты заболеваешь, то тебя снимают. Ты уже автоматически прошел выживание по состоянию здоровья, получается. Нужно было в конце построить плод. То есть были разные задания. Надо было, то есть задания мало есть надо было. Ну и мы сами делали лагерь. То есть мы пришли в лес. Там была маленькая совсем палатка. Ну полянка такая, очень маленькая. Сделали костер, потом сделали место для сна и сделали яму для осады. Когда ночью, когда ночью встраивали боевую тревогу инструктора, то мы сюда прятались. Мне лагерь очень понравился, потому что тут мы, как сказать, вышли из зоны комфорта, к которой мы привыкли. То есть если в городе мы можем там спокойно спать на какой-то кровати, на которой есть большой матрас, там мягкий, подушка, одеяло, то тут мы спим в спальных мешках, в палатках, где не так тепло, как дома, там в квартире. Готовить еду так же, то есть на кухне что-нибудь достал, разогрел, поел, а тут это надо, во-первых, делать на всех, не только для себя. И плюс еще там мыть каны, в которых мы готовим. Больше всего мне понравилось, когда приезжали инструктора. Мы учились накладывать жгуты, бинты, то есть уносить раненых на носилках. Говорили, что там справа или слева сейчас ведут огонь или что-то еще, и могут попасть. И надо было отстреливаться как-то. Я хочу приехать в лагерь еще раз, потому что мне понравилось жить в палатках, мне понравилось выживание, которое было в последние три дня. Мне нравится, потому что сюда приезжают герои, и ты с ними можешь задать им вопросы, и ты узнаешь от них много познавательного. К нам приехал космонавт. Он рассказывал, как он привыкал к невесомости и к своим трем мечтам. Самый тяжелый момент в лагере – это когда я проходил выживание. Потому что там было немного еды, там можно было есть немного, и потом ты еще должен поддерживать костер, а дров было мало. И еще на нас были разные нападения, и у тебя могли что-то своровать. И у нас воровали, ну, один раз воровали дрова, и у нас осталось мало дров для костра. Мне больше всего понравилось общак с разными героями, задавать им вопросы. Я хочу пожелать тем, кто приедет в следующем году, то, чтобы у них не было больших трудностей, чтобы они совсем вправились. Но я бы хотел приехать в этот лагерь, потому что тут ты преодолеваешь себя. Становлюсь независимым и самостоятельным. Мне здесь очень понравилось, так как здесь очень ценится коллектив, и необходимо умение общаться друг с другом, чего обычно не хватает. К нам вот сегодня приехал космонавт. Он герой России. И для такого простого человека это стоит большой чести – встретиться с таким знаменитым человеком. Я бы хотел пожелать тем, кто приедет в следующем году, не надо бояться каких-то трудностей. Они преодолеваются. Вот со мной сидит мой младший брат. Если получится, то мы с ним вдвоем приедем. В лагерь я приезжаю второй раз, поэтому впечатление у меня о лагере уже сложилось более полноценное. Первый раз, когда я приехал, я не особо понимал вообще, на кое все это нужно и что вообще происходит немножко. У меня было ощущение такое прям… Я очень ленивый по жизни, поэтому у меня было ощущение того, что я здесь не нужен. Я был ленивым и слабым. У меня не было мотивации ничего делать. А вот после лагеря этого я подумал над тем, что произошло и понял, что этот лагерь меня замотивировал. И я очень сильно развился за это время и приехал второй раз. И второй раз у меня остались только в основном положительные качества. Наверное, самым большим впечатлением здесь этот лагерь положительным было то, как мы всей командой валили дерево. Мы валили его два полных дня. В итоге пришлось валить два дерева, потому что оно зацепилось за второе и никак не хотело падать. В следующем году я обязательно приеду в этот лагерь. Я приеду в него, потому что мне нравится эта атмосфера вся лесная. Самое большое впечатление о лагере – это, пожалуй, игра в диверсантов. Эта игра, она проходит ночью. Играют две команды. Мы играли с инструкторами. Инструктора, они пытались… Они уходили в лес и пытались пробраться в наш лагерь, чтобы украсть девять предметов. Это были банки консервов – тушенка, сгущенка, кукуруза, ну там разные. А мы ходили по периметру с автоматами, ну с макетами, разумеется, и должны были охранять территорию и не допускать инструкторов в наш лагерь. Разумеется, инструктора одержали победу, причем сокрушительную. Им надо было украсть только пять банок, они украли семь, причем на час раньше. Вот. Ну, думаю, если я в следующий раз поеду в лагерь, то обязательно сыграю еще раз. Думаю, у меня все получится получше. Я желаю, чтобы ребята, которые приедут сюда в следующий раз, в следующем году, они не сломались, они прошли его честно, прошли его достойно и со всем справились. Возле нашего лагеря была речка. Через эту речку нужно было переплыться всем составом и вместе со всем снаряжением. Мы стали делать плод, получается, у нас было трое. Плохо получилось, мы связывали банки, бревна, тент, пустили его на воду, меня он выдержал, а вот Федю, к сожалению, нет. Было времени мало, темнело уже, и к нам пришел Степан Андреевич, уже помог, словами, естественно. Мы быстро все переделали. Очень увлекательно было занятие, те же рукопашные, с тактической составляющей. Для меня это очень большой опыт, потому что раньше я ни разу не посещал такие лагеря. Мне довольно много уже, а такие впечатления, как у пятилетнего. Я очень этому рад. Всем тем, кто едет, желаю мотивации сюда поехать и ни в коем случае не уезжать до конца смены. Будет трудно, будет страшно в некоторых моментах. Бывают паники из-за болезни, но если преодолеть себя в первую очередь и дойти до конца, вы не пожалеете ни в коем случае. Равнение на героев и знание их подвигов помогают совершать свои подвиги. Мой герой Алексей Петрович Моресев. Я два раза прошла лагерь «Космодесант», и равнение на этого героя помогло мне пройти все трудности. И сейчас я приехала в лагерь, чтобы помочь ребятам совершить их подвиги, знакомя их с героями. У меня самые положительные впечатления, самые хорошие. Я впервые здесь. И такое чувство, что я окунулся в свое детство, в свое прошлое. Ребята получают первые трудности, получают возможность преодолеть эти трудности. И они становятся от этого сильнее. Здесь идет социальная адаптация. Они все разные. Здесь они получают навыки проведения исследовательских работ. Навыки изучения природы, навыки изучения друг друга. То есть это все-все-все положительное. И все это должно отразиться на них хорошо. Мы привыкли жить сейчас в комфортных условиях. Ребята привыкли жить в комфортных условиях. И когда что-то такое случается, не хватает еды, это уже проблема. Что-нибудь сломается дома, это уже проблема. А на самом-то деле это все преодолимо. Вот они теперь, эти ребята, смогут это делать. Мы постараемся наполнить программу пребывания здесь какими-то научными работами, чтобы здесь работали и голова у детей, и не только руки, ноги, но и голова тоже. Здесь происходит уникальный проект в мировой истории, возможно, военно-космический лагерь «Космодесант-2020». Особенность программы в том, что мы соединяем испытания плоти с испытаниями духа и со смыслами, которые наполняют ребят как вектор развития в будущее. То есть даем им понятие о пути, кем мы не могут стать. Инженерами, воинами, космонавтами, врачами. Самое главное – людьми, творящими, создателями и победителями. И здесь они встречаются на равных, как товарищи и коллеги с инженерами, космонавтами, героями России, военными, которые приходят, не имея уважения к тому, что дети совершают, потому что здесь каждый из них выходит за пределы того, что было возможно для него. Делать то, чего никогда не делал раньше. Что и составляет суть развития, собственно говоря, и суть разума, по большому счету. В игровой постановочной форме мы проигрываем реальные жизненные ситуации. Как представить себя? Как выразить уважение человеку словом и действием? И эти навыки пригодятся ребятам в жизни. Лагерь проходил в течение 12 дней, и большую часть из них занимается обучением выживания в таких условиях. То есть это труд, это дрова, это палатки, это тенты, это посуда, питание. Они делают все сами. Инструктора за детей не делают ничего. Только могут подсказать. По отдельным дисциплинам, собственно, к нам приезжают еще раз военные, космонавты, инженеры. Проводятся почти в течение 40 суток занятия по рукопашному бою, по тактике, по штурмовой медицине. И теоретические занятия, встречи с героями, которые рассказывают о том, как они стали героями России, военными, космонавтами, инженерами, медиками. То есть это понимание жизненного пути. И, конечно же, гвоздь программы – это выживание, называемое ракетное выживание, на которое только добровольцы идут. Это три дня в особых условиях в лесу. Ребята с минимумом продуктов, с минимумом снаряжения. Программа нашего лагеря называется «Космодесант». Почему так? Мы живем в уникальное время. Время, равного которого не было в известную нам историю. Это время, в которое человечество делает шаг в космос. Время, в которое человечество переходит в свое новое качество. Оно становится по-настоящему космическим. Оно начинает осваивать космос как среду своего обитания. И для того, чтобы это произошло, для того, чтобы человечество осуществило этот переход, изменило свое качество, необходим человек. Необходим человек, для которого нет внештатных ситуаций. Человек, который одинаково развит физически, интеллектуально и духовно. Это человек, который пойдет дальше к звездам. И наши лагеря – это первый шаг, это первая ласточка на пути к формированию такого человека. Русское космическое общество объединяет в своих рядах энтузиастов, людей, которые не просто грезят космосом, не просто живут мечтой, но и трезво понимают, что сегодняшняя реальность не оставляет нам иного выбора. Не оставляет нам иного выбора, кроме осознать себя человечеством космическим. А это значит, что на наших плечах огромная ответственность перед прошлым и будущим. Именно эта ответственность требует от нас сегодня мыслить глобально. Но мысля глобально, действовать локально. И вот такие локальные дела, множество малых дел, стратегия малых дел, как мы ее называем, требует от нас проводить мероприятия, подобные этому. Мы проводим не только лагеря. Мы занимаемся образовательными программами, мы занимаемся программами воспитания. В нашем активе экологические программы, в нашем активе научные, исследовательские и прочие. Лагеря, подобные этому, мы планируем и будем проводить. Это не первый лагерь. Подобные лагеря в рамках Великой космической Одиссеи, как мы называем общую программу и общую стратегию, общий поход человечества к звездам, уже включают в себя разные форматы. Это и научно-космические лагеря, где ребята занимаются научно-исследовательской практикой. Это и семейные лагеря, где и родители, и дети вместе, как прекрасный опыт на Донбассе у нас был реализован в этом году, вместе проходят программы обучения, и воспитания, и преодоления, и постижения нового, неизвестного ранее. Это и военно-космические лагеря, как космодесант, который мы сегодня закрываем, который мы сегодня подводим черту, но черту для того, чтобы оттолкнуться от этой черты и пойти дальше. Поэтому эта программа, программа Великой космической Одиссеи, это многомодульная и многофакторная программа. Она будет развиваться, и, конечно, новые и новые высоты мы планируем брать. И в этой связи мы приглашаем всех и каждого, кто заинтересован в реализации этой программы, включение формата этой программы в свои лагеря, в свои какие-то образовательные практики, или, наоборот, кто готов что-то привнести в уже существующие практики, которые мы реализуем. Мы открыты для всех, и мы рады любому сотрудничеству в нашем общем деле, в деле построения космического будущего.